итак вечер 2 марта морозы начали отпускать сейчас где-то 15 градусов приехал позаниматься машиной отапливаем все вот эти монстры кому интересно вот такая модель c а пока гараж нагревается ну вот он красавчик заскучал братишка на сегодня у нас планах на вечер снять двигатель близкий посоветовал не мучить митьку а снимать вместе с коробкой сразу то есть там вот это короче вы есть свои заморочки с тем чтобы снять просто отдельно двигатель по крайней мере с его слов как он посоветовал те кто снимал знает подскажите расскажите поделите своим опытом комментариях ну а я уже по обстановке посмотрю как я сделаю как мне будет удобнее потому что все таки это личное мнение это мой личный опыт как это делать буду вот ну а пока помещение нагревается дыханием сатаны пойдем пить чай а мы идем другое помещение там где как раз можно и чай попить и так друзья после разбора головки и снятия клапанов особо времени не было на детальное исследование осмотр головки но какие-либо там дальнейшие задерживаются на этом удобно вот что я обнаружил в одном клапанов на выпуске под одним из клапанов судя по всему как мне кажется когда я могу ошибаться это у нас кусочек от кольца поэтому однозначно снимаем торшневую и восхищаемся так сам интересно это получается у нас был первый цилиндр а побиты клапан борща и голова точнее поршня победы у нас на четвертом интересно тут уже произошел какие-то подготовительные моменты приступаем к съему двигателя по мануалу прочитал да и с товарищами посоветовался говорят самый лучший вариант снимать двигатель сразу же с коробкой как и указано в мануале для удобства деинсталляции такое красивое умное за умное слово ключи для снятия ударил сначала водительское сиденье для того чтобы открутить рычаг нам понадобится трещотка головка на 13 и погнали 4 болта откручиваем так дальше мы залазим под автомобиль откручиваем кардан 4 болта болт на 19 гайка 20 потом откручиваем два болта с одной стороны плиты подушки крепления коробки передач и два болта с другой стороны не очень удобно показывать честно говоря очень тесно но в целом вы поняли с той стороны вот они два болтика еще откручиваем кстати тоже болты на 19 итак друзья вышла ошибочка здесь получается у нас четыре болтика эти четыре болтика головочкой на 19 и лучше воротком что в трещотку не ушатать откручиваем итак под машиной валяться весьма прохладно бетон холодный там подкладываем и все такое но включили пушку дыхание дьявола дальше получается плиту подушки коробки передач открутили практически на двух болтах держится сейчас откручиваем выжимной цилиндр образование опять же повторяюсь я юрий юрист так что по моему это все-таки цилиндр выжимной насколько я понимаю вот его откручиваем от коробки не забываем про массу с той стороны у нас еще масса прикручена поэтому не забываем открутить массу но и в принципе уже готовы к съему перед тем как открутить полностью подушки коробки передач подстраховываем двигатель уже подвязываем крану подвязываем это все дело и уже готовимся к съему вытаскивать его по мануалу где-то в районе 30 35 градусов под углом надо его доставали отсюда такие вот дела итак дорогие друзья не могу конечно сказать что я очень рад как бы помучиться пришлось причем что пришлось помучиться изрядно весит это лошадь сердце автомобиля валдай дофигищу честно достается он не совсем удобненько так и сразу же стало свободно и комфортно под капотом конечно пришлось помучиться время сейчас 6 утра еще раз повторюсь мы не пил профессионалы далеко не механики конечно это хороший опыт знаете как когда приезжаешь на и стоит там тебе говорят вот стойки поменять три тысячи ты думаешь это слишком дорого да я сам поменяю это недорого самое интересное то что так как у нас опять же да на канале не все кто что-то понимает в этом есть и те которым это просто интересно так вот чтобы добраться и сделать то что нужно сделать с цилиндрами там гильзы установить и все такое расточить это все получается надо снять мотор а мотор чтобы снять это вот кран это я думаю надо будет попробовать в следующий раз это все дело сделать без коробки ну как по крайней мере начнем с того что ставить ставить все это дело будем без коробки отдельно коробку отдельно двигатель и так а в целом получается по проделанной работе открутили плиты и подушки крепления коробки передач четыре болта с одной стороны четыре болта с другой стороны плиты подушки крепления кпп здесь у нас еще идет кронштейн к которому крепится труба выхлопа от коллектора от турбины от коллектора от турбины так здесь у нас болтик вот этот вот болтик у нас отставить вот этот болтик болтик массы аккуратненько смотрим проверяем чтобы ничего к двигателю прикручено не было присоединено потому что это потом будет вам делать голову при всех дальнейших движениях с выниманием двигателя передние подушки вот здесь получается одно крепление второе крепление а вот сами подушки одна подушечка вторая подушечка вот это все бардак который здесь у нас в подкапотном пространстве будем мыть отмывать от масла от пыль от грязи наводить порядочек точить блок гильзовать это тоже дело не быстрое нам еще надо будет располовинить это все дело отсоединить коробку отсоединить заднюю крышку двигателя где у нас там находится получается шестерня коленвала распредвала и где у нас получается блокчер заходят еще и гидроусилити руля и ТНВД на что я еще хотел обратить ваше внимание это на то что когда будете снимать рычаг коробки передач вот здесь вот установлены вот такие удлинители вот аккуратно с ними они получаются на пружинках это все дело вот 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 можно просто это все благополучно пройти думаю раз снял двигатель то наверное и проведем еще дефектовку коробки передач здесь здесь подтекает прокладка тоже все в масле посмотрим что внутри возможно что то поменяем произведем небольшой ремонтик вот вот ну а сегодня всем пока спасибо что были с нами и пойду спать как я уже говорил время было когда коробку сняли это было время 6 часов уже седьмой доходит пока переделся ну и вот надо было заснять как бы видеоотчет по поводу того что как мы снимали ее и оттуда вы царапали честно говоря пытался поснимать не получается как бы здесь дело тоже не шутки все это весит довольно таки прилично поэтому прошу прощения ну а по сути я сказал вот четыре болта коробки с той стороны четыре болта коробки и вот подушка два крепления подушки двигателя дальше держится по сути по сути можно было ограничиться тем чтобы открутить вот колокол один болт второй третий четвертый пятый здесь у нас одного болта нет шестой должен был быть седьмой восьмой открутить колокол и произвести так сказать доинсталляцию двигателя но по мануалу написано с коробкой вот достали с коробкой честно говоря да не но все надо произвести будет дефектовку проверить коробку посмотреть что поменять я слышал там зачастую выходят из строя синхронизаторы думаю если мы разберем коробку то покажем вам что такое синхронизаторы а так все всем спасибо кому доброго утра кому доброй ночи там увидимся в следующий раз в следующий раз